Здравствуйте, уважаемые зрители! Союз Онлайн начинает работу в рождественском прямом эфире 10 января в студии Ирины Пономарёва. Продолжаются святки, праздничные дни от Рождества Христова до Крещения Господня. И это отличный повод сходить в гости или пригласить к себе родных и друзей, уделить внимание тем, кто, быть может, очень в нём нуждается. Наверное, будет правильным, если на первом месте в этом списке близких людей окажутся родители. Однако, если пойти к своим папе с мамой бывает радостно и просто, то навестить родителей супруга или супруги для некоторых целая проблема. Как выстроить отношения с родителями своей второй половины, об этом поговорим в ближайшую четверть часа. Веками люди жили большими семьями по несколько поколений под одной крышей и умели находить общий язык. Сегодня это большая проблема, а может быть даже и не проблема, просто люди так жить не хотят. Между тем, хорошее отношение с родственниками всё-таки нужно уметь выстраивать. Как же это сделать? Об этом мы сегодня поговорим с Надеждой Гавриловной Валинуровой, руководителем службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Надежда Гавриловна. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Хотелось бы сегодня услышать ваши советы для тех, кто, может быть, ещё только создаёт семью, как выстраивать отношения с родителями мужа, с родителями жены, чтобы, с одной стороны, был мир, была какая-то гармония, но и в то же время, чтобы всё-таки эта семья новая, молодая, она имела свои какие-то границы и свой собственный уклад. Когда отношения с молодых ребят, ну то есть мужа и жены, не складываются с родителями, с одним из родителей, то прежде всего я считаю, что ответственность ложится на плечи этих родителей. Почему? Потому что родители прожили дольше, у них больше опыта, предполагается, что они больше поняли, больше уразумели, больше думали. И поэтому, если у вас отношения не складываются с вашей невесткой или с вашим зятем, значит, вы должны вначале заглянуть в себя. Что я делаю не так, что отношения не складываются? Вот это, наверное, первое, что я бы обратилась прямо ко взрослым людям, что пересмотрите свои отношения к вашим детям. Но это не значит, что полностью надо расслабиться молодым людям и говорить, ну раз на них ответственность, давайте мы будем делать все, что мне позволительно. Нет, а для молодых людей у нас тоже есть правило, учись почитать своих родителей. Почитать, да, то есть не просто уважать, но еще и где-то потерпеть, принять ситуацию, уступить, попросить совета, то есть свою гордость, ну немножечко, скажем так, ущемить. И если видите, что родители очень стараются вам помочь, именно стараются, они вредничают, как некоторые говорят, а именно хотят с внучкой погулять, хотят там еды приготовить. То есть вы можете попросить, что я бы хотела сама, например, погулять, но ссориться сразу, да, и катить там на нее какие-то там, не знаю, обиды, затаивать, наверное, это будет неправильно. Вот, поэтому еще такой совет можно дать, вот особенно к молодым мужьям этот совет будет относиться, что если ваша жена оказалась объектом нападок вашей любимой мамы, то обязательно нужно в данной ситуации встать на сторону жены, потому что мама-то вас любит очень сильно, и вы мамочку любите, вы уже многие годы с ней вместе знаете, как с ней поговорить, и потом наедине вы с ней поговорите, объясните, что вы ее любите, и в любой момент она вас может простить, и вы можете прийти к согласию, но если сын встанет в данной ситуации на сторону матери, и вместе с матерью будет пускать камнями в свою жену, то это будет в корне неправильно, потому что нам же сказано, что люди, создающие семью, становятся единым целым. То есть уже не с мамой симбиоз у сына, а с женой. Поэтому в любом случае здесь даже жена, если не права, в данной ситуации нужно жену защитить, а потом поговорить и, может быть, убедить жену извиниться перед мамой, и маме объяснить, что мама, я встала на защиту жены, потому что она моя жена, это моя рука, мы тебя очень любим, но вот она была не права, и, конечно, я приношу за нее свои извинения, и надеюсь, что со временем она тоже поймет тебя лучше, полюбит тебя лучше и так далее. Ну вот сегодня люди такие, наверное, многие чувствуют, что эгоизм в них есть, и что им было бы тяжело жить с родителями, допустим, мужа или жены. Стоит ли им вообще пробовать это делать, или лучше уже сразу поискать вариант какого-то отдельного существования, отдельного жилья? То есть, может быть, человек считает, что да, это правильно, но не чувствует в себе на это силу, что ему, как лучше совершить выбор. Ну, я думаю, что, наверное, любой бы воспользовался такой ситуацией, когда у него есть возможность жить отдельно. Это было бы правильное решение, что дети вырастают и уходят в свой дом, в свои там стены, и строят свое гнездо, вьют. Но если такой ситуации нет, то, конечно, можно пожить и с родителями, но, опять же, родителям нужно попробовать и помочь молодым людям как бы внутри семьи отколоться от них. То есть, не создавать вот такой вот целостный какой-то конгломерат, где все общее и все наше. Нет, то есть, семья нуждается во времени, в том, чтобы они адаптировались друг к другу, чтобы у них выработались определенные нормы поведения, правила их дяди. И, может быть, даже маме, взрослой маме имеется в виду, да, пойти на такую жертву, что позволить своей снохе быть хозяйкой на ее кухне. Вот есть на роде выражение, что две хозяйки на кухне не уживутся. И я думаю, что если вот взрослая женщина, свекровь, позволит своей невестке, своей новой дочке быть на кухне полувластной хозяйкой, и если хозяйка это решила, что она будет готовить для своей семьи сама борщ, и вообще для них только будет готовить, то даже пойти на такую жертву, сказать, что, ну, хорошо, вы будете сами готовить, сами будете кушать, да, в какое-то отведенное для вас время, может быть, договоритесь, даже таким образом. Это делается для того, что взрослый человек дает, как бы, свободу определенным молодым людям, а потом молодые люди, когда повзрослеют, когда они поймут, что все только и хотят того, чтобы они научились стоять на ногах, я думаю, что все вернется, и люди опять объединятся, но уже на новом уровне, на новом витке, когда им будет интересно друг с другом сидеть вместе, ужинать, общаться, разговаривать, но не надо пугаться, если вдруг молодые хотят быть отдельно, они все время хотят в комнате смотреть телевизор, мне, допустим, рассказывает там свекровь, что вот они уединятся, они там смотрят кино, хохочут, а я одна, мне скучно, и она начинает сердиться, начинает ругаться, в стену им стучу, типа потише, хотя в данной ситуации мы видим, что ситуация мамина, ну, если тебе скучно, это твоя же проблема, да, почему ты должна решать свою проблему за счет вот этих вот молодых ребят, которым сейчас хорошо. Очень часто в такой ситуации свекровки начинают мстить своей невестке, видя, что она более счастливая, чем она в свое время, когда была в молодости, и вот это стерпеть, что она счастливая с ее сыном, а я-то была не счастливая, вот это уязвленное самолюбие, вот эта вот гордыня, не позволяет, но свекровь боится себе признаться в этом, что я мщу своей невестке, потому что она счастлива сейчас, И она радостная с моим сыном, и она начинает мстить. Но это, конечно, уже не по-православному и просто не по-человечески. То есть, таким образом, она разрушает счастье своего сына. Вообще, надо сказать, что процент вмешивания родителей, особенно свекрови и тёщ в семью молодёжи и доводящих эту семью до развода очень большой. То есть, здесь нужно, конечно, сыну иметь в виду, что процент очень большой разводов по вине матери, и уметь защитить свою маленькую семью, новую семью, ещё слабую семью, свои границы семейные от любимого, любящего человека, но который страдает таким образом, своё страдание выливает на вас. Про дочек. Как вы сказали, что её новая дочка. То есть, мне кажется, очень здорово, когда начинают называть родителей супруга, мама, папа. И когда вновь вошедшего в семью называют сыном или дочкой, наверное, это сразу какой-то положительный настрой задаёт во всех отношениях. Потому что, если ты обращаешься уже к человеку «мама», ты, наверное, не сможешь после этого ему сказать что-то неприятное или как-то упрекнуть очень сильно. Да, я согласна с этим. Как корабль ты зовёшь, так он и поплывёт. Если ты женщину чужую называть начинаешь «мама», то понятно, что ты её к тебе приближаешь. Это не значит, что эта молодая женщина всегда будет относиться к тебе как к маме. То есть, этого надо заслужить. Можно назвать мамой, но ещё не почувствовать, что ты мама. А ведь я знаю случаи, слава богу, они нередки, когда молодые вот эти девочки, они говорят, что мне своей кровь стала настоящей мамой, потому что моя мама там либо далеко, либо она рано умерла, либо просто вот так получилось, что с мамой не сложились отношения. А со свекровкой даже бывают более близкие отношения, чем с родной мамой. То есть, я могу ей рассказать что-то, она мне может посоветовать. Это замечательно. То есть, раз есть такие примеры, значит, что это возможно? Ну, вот бывает, что у молодых супругов есть уже какая-то собственная территория, собственное жильё, но родитель кого-либо из супругов воспринимает это как своё пространство тоже, считает, возможно, туда приходить в удобное время. Как, может быть, деликатно дать понять, что это мешает семье? Ну, во-первых, для того мы с вами и беседуем об этом, да, что нас слышат свекровки и тёщи, то они должны понять, что семья, новая семья, это отдельная семья. Ну, а как сказать молодым-то об этом прийти, сказать, мы отдельная семья? Да, сказать, что мама, мы всегда очень рады вас видеть, но вы, пожалуйста, когда будете к нам приходить, позвоните. Да, если уж случилось так, что мама мимо шла, ну, если она зашла мимо, ну, не могла позвонить, не могла никак отказаться, чтобы не зайти. Но я думаю, что молодой семье в данной ситуации тоже надо понять ситуацию, сказать, что да, конечно, проходите. То есть, ну, вот опять же мы упираемся в то, что если мы будем учиться любить друг друга, тогда будет всё очень легко и просто. Какие-то вот если придерживаться просто закона, любой закон приведёт к каким-то неправильным отношениям. Но если мы правила будем наполнять духом, хорошим духом, да, православным духом, нравственные законы, наполненные вот этим вот духом, тогда и позвонят они хорошо, и не позвонят хорошо. То есть, когда родители тоже обижаются некоторые, говорят, представляете, вот мне сын сказал, без звонка к нам не приходи. Ну, конечно, грубо, конечно, неправильно. Можно, если уж мама не обладает так там, можно, конечно, попросить маму, вот если мы завтра будем дома, вот если ты пойдёшь, позвони нам заранее, мы тебе приготовим что-то. То есть, какую-то причину найти, почему нужно позвонить. Понимать, что взрослый человек, особенно если он живёт один, и у неё давно, скажем, нет мужа, он умер, и сын сейчас ушёл, она вообще одна. То есть, понять её одиночество и как-то быть тоже более любящими, что ли, более бережно, более милосердными к этой женщине. Ну, а когда уж увидите, что она просто начинает нарушать все границы и все правила, ну, тогда надо настойчиво просить, что мама, мы бы хотели, чтобы ты звонила, мы бы хотели, чтобы мы эту проблему сами порешали, мы бы хотели, ну, так и говорить, что мы хотим тут сами решить эту проблему. Спасибо за совет, но нам бы хотелось вот самим решить эту проблему. Да, тут когда отношения открыты, когда отношения милосердные, когда люди нацелены на помощь друг другу, вот один свекровь направлена на то, чтобы помочь молодой семье обрести самостоятельность, А ребята направлены на свою маму, чтобы как-то сгладить ее одиночество, ее страдание, что она отпустила сына и осталась совсем, как ей кажется, разлюбленной. И некоторые ведь мамы тоже ревнуют своего сына, именно ревнуют. Это неправильно, но они ревнуют. И вот успокоить маму, что сын ведь не будет тебя меньше любить от того, что он будет любить другую женщину. Любви на всех хватает. Та же, как материнская любовь, если у нее 11 человек, она всех любит. И одного любит, и 11 любит. И кого-то меньше, кого-то больше, здесь и трудно сказать. Любит и все. То есть любовь у нас не имеет границ. И поэтому и сын, когда уходит из семьи, пусть мама поймет, что он ее также любит. Мало того, что я в курсе этих событий, как переживают взрослые дети, если у них отношения негативные с родителями. Мужчине 40 лет, женщине 45 лет. И она обливается горючими слезами, потому что говорит, я хочу, чтобы мама меня просто обняла. Дорогие женщины, обнимайте своих детей. И они, даже взрослые, очень нуждаются, чтобы вы их обнимали, чтобы вы их любили. Без вашей поддержки им очень тяжело, даже взрослым. Представляете, вот удивительная взрослая женщина, говорит, у меня хорошая семья, у меня хорошие дети, у меня хороший муж, но у меня отношения с мамой очень холодные. Я просто хочу, она говорит, мне приносит варенье, соленье, она мне столько всего дает материального. Я просто хочу, чтобы она селфона на диване, погладила меня по руке и сказала, да все уладится, дорогая, да все будет хорошо. Все будет, и обняла меня, чтобы я ей поплакала, как маленькая в коленке, и все, понимаете. Казалось бы, мелочь, но обними свою дочку. Не обнимается. А как относиться к замечаниям со стороны старшего поколения, со стороны супруга, супруги, если это касается каких-то хозяйственных вопросов? Мне кажется, что многие люди с этим сталкиваются на самом деле. Очень хороший вопрос, Ирина, и актуальный. Опять, если говорить, здесь с разных сторон опять можно дать какие-то такие советы, скажем, если это обращение к свекрови и к тёще, то постараться поменьше давать замечаний. Они, как говорят, не спрашивают, не сплясывай. Они сами разберутся, да, на ошибках. Но ведь, как правило, каждый человек набивает свои ошибки, и нельзя совет, если он не востребованный, если он не прошенный, как говорят, совет, он как касторка. Его легко давать, но трудно принимать. Совет этот мы все мастера давать, замечания все делать мастера. А вот принять это, это на самом-то деле очень трудно. А, скажем, молодым, если вы видите это замечание, ну, постараться его потерпеть, сказать, что, ну, про себя хотя бы сказать, что, да, наверное, моему совершенству нет предела, да, и, наверное, это замечание будет не на пользу пойти. То есть понимать, что если вас это кольнуло, то проблема не в той стороне, а в вас, что раз вы это задело, ну, а по-большому, то есть мы смотрим всегда вверх, да, и ориентируемся на какие-то высокие образцы, то надо благодарить того человека, который нам делает замечания. Конечно, это трудно, это вот на словах я так говорю, вот, а тоже не всегда получается, что вот сделали мне замечание, говорю, ой, спасибо тебе, я сделала замечание, да, то есть, конечно, это, конечно, болезненно, но вот гордынь, то есть другой это человек для того, для того нам и дан, чтобы мы увидели свою гордыню, вообще увидели все свои страсти, и другие люди именно нам нужны для того, чтобы они нам показали наши эти страсти. Без них мы ведь не знали, почему говорят, что человек не должен жить один, он не должен жить один, ну, во всяком случае, стараться жить с кем-то, потому что, ну, когда один, он обрастает вот этими страстями и не виден, ну, все хорошо у него. А когда рядом свекровь, когда рядом дети особенно, они нам столько всего говорят, особенно в подростковом возрасте, они потом сами об этом жалеют и расстраиваются, что нам говорили, но порой такое с них с языка слетает, что очень бывает больно и обидно. Спасительно. Да, больно и обидно, но с другой стороны, мы должны понимать, что это в какой-то степени нам очень полезно и спасительно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!